Пока точно 3.70 вот так вот издалека начали, по-моему, является ее рекордом. 7.21, я сказала, по бегущей строке. Если специалисты фотофиниша не будут ничего уточнять, то это будет абсолютно лучший результат, показанный ею в нынешнем сезоне. Также, на мой взгляд, украинская спринтерша попадает в следующий раунд соревнований напрямую. И сравнить их надо будет, эти результаты, с теми, что показали участницы первого забега. И только тогда мы вам назовем полный состав, полную шестерку. Ну, вы видели сейчас положение лидера в прыжке в длину. И Дарья Клишина. 6.82, напомню, она лидер. Да, это повтор пока, мы просто нам напоминают. Такой был. Сейчас вот маленький перерыв, и начнутся уже заключительные попытки в прыжке в длину. Ну, напомню, 6.82. Сейчас мы посмотрим внимательно за повтором и определим второго финалиста. То есть два спортсмена напрямую выходят в финал. Очень хорошо бежал Михаил Егорычев. Но вот, может быть, не надо было сейчас поворачиваться и смотреть на всех своих соперников. В этом году объявил, что это будет его последний сезон. Жалко. К сожалению, да. И он прощается все-таки. Но, с другой стороны, посмотрите, чемпион мира 2003-го, ведь года уже все-таки 8 лет. И остальные россиянки. Ну, кого отметить? Ну, наверное, Татьяна Полиенко. Пожалуй, вот в беге 500 метров, недавно начнете Москве, открыто вне конкурса, пожалуй, 0.075 в беге на 800 метров. Результат один из лучших в мире. Результаты будут очень высокие. Наверняка у всех у них будут личные рекорды. Итак, Аржакова, вот это сюрприз, совсем неожиданно делает рывок. Ученица Екатерина Подкопаева Сергей Епишина уходит от соперниц, которые, видите, конечно, уже устали от этого быстрого начала. Итак, Елена Аржакова побежает в финале Б и 2.35-24. Значит, причем показан в этом году, 18 января, это значит, что Дмитрий установил личный рекорд, впервые вышел из 47-го пункта. Ну, вот скажем, что здесь тоже, как вы поняли, уже финал Б и финал А, но будут они не подряд. Сначала финал Б, то есть, как организаторы говорят, не самые сильные представители этой дисциплины. Сначала у мужчин и у женщин, а потом вот уже главные финалы. А это еще одна интрига турнира русской зимы. Прыжки в высоту у мужчин. Да, вот нам представляет как раз прыжок в высоту. Она единственная осталась в секторе для прыжка в шестом, но сейчас, внимание, Иван Ухов. 2.34 и вновь, вновь Иван Великолепен. Напомню, 2.38, он лидер сезона, первый старт в Густопечи. В Чехии он сразу же прыгнул на 2.38, даже были попытки на 2.44. Очень хорошие попытки. И Хавер Сатамайор наблюдал. Дело в том, что рекорд мира 2.43 принадлежит именно великолепному кубинскому прыгуну. Ну что ж, Иван приболел потом, выиграл Кубок Москвы под музыку. 2.30 там он преодолел, потом просто перестал. Ну, одну сделал попытку на 2.35 и потом решил сэкономить силы для этих соревнований. В своем забеге тоже отметился. И надо сказать, что сильнейший получился первый забег. Аж четыре спортсмена в финал прошли именно из первого забега. Евгений Борисов по шестой дорожке нам показывает Петра. Робода. Действительно очень сильный спортсмен по третьей дорожке. Он бежит и, похоже, он выигрывает. По бегущей строке 7.61 секунды. Финалист чемпионата мира 2009 года. Третий призер чемпионата Европы в залах также 2009 года. То есть вот таким феноменальным у него лучшим в его карьере оказался 2009 год. Ну и также неплохо он был в 2010 году в соревновательной, так сказать, практике. Кто может ответить на этот вопрос? Ну, наверное, Господь Бог, сейчас ответила уже сама Елена Исенбаева. Конечно, она находится совершенно в блестящей форме. Александр Меньков выполнял свою попытку, 20-летний спортсмен. И вот уже прыжки пошли совсем по-другому. За 8 метров я уже сказала, что Саша 8.17 установил рекорд в этом году в Омске. И вот еще один прыжок за 8-метровый рубеж. Исмаил, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года. Стартовали участники второго финального забега. Я думаю, что... Ну что ж, напомню, 1.1761. Сотая секунда и результат первого забега. Мировой рекорд. Ну, точнее, конечно, это высшее мировое достижение. Ну, мы для сокращения называем его так. 1.1512 Ника Матчибона. Вполне возможно, спортсмены попытаются атаковать этот результат. И вот Холопов пробегает 24.09. Очень быстро. Очень быстрое начало. И кенийцы, видите, держатся за ним. Два кенийца. Исмаил. Конечно, для Токтачева, может быть, это слишком высокая скорость. Но он бежит пятым. И это тоже нормально. Он обладает все-таки выносливстью. Мы знаем, чемпион Европы среди молодежи. Видите, отпускает он, потому что начало очень быстрое. Смотрим. Ис-49.24. Вполне может атаковать. Мировой рекорд. Все будет зависеть уже от последнего круга. Кенийцы пытаются, пытаются. И Исмаил. Правда, вот сейчас видно, что усталость. Исмаил бежит за ними. И вот сейчас будет упорная борьба. Кивуна пока впереди. Киплогат пытается его достичь. Исмаил в коробочке. И Кивуна удерживает. Но рекорда чуть-чуть, чуть-чуть не хватит. 1.15.71 секунды. Финалей на дистанции 60 метров с барьерами. Анастасия Соловьева очень неплохо пробежала в забеге по третьей дорожке. Она бежит. Данила Каразер. Чуть-чуть в резинет. Александра Антонова и, по-моему, Даниэла Каразер выигрывает сейчас. Американка. Да, поберегла она себя в забеге. Была второй. А сейчас 7.95. 8.12. Такой достаточно скромный результат она показала в предварительном раунде. Финалистка чемпионата мира в залах. Но вообще, ведь в Москве ей выступать очень комфортно. Ну, а что касается Александра Антоновой, вот по пятой дорожке 15-15 раз проводятся эти соревнования. Даниэла Каразер становится победительницей в дисциплине 60 метров с барьерами. Елена Исенбаева все нашел внимание. И что же, умничка. 4 метра 81 сантиметр. Вот такое возвращение. Второе пришествие. 27-кратный рекордсменский мир и двукратный олимпийский чемпионки, чемпионки мира, чемпионки Европы. И далее под фиску повратила тишины Елены Исенбаева. Ну, еще раз скажу, что на тренировках она делала такие тестовые прыжки. Получалось неплохо. Я с Валентином Васильевичем Балакничевым разговаривала. Понятно, что Лена просила не задавать такие вопросы на пресс-конференции, на какой результат готова. Возвращают нас на беговую дорожку. Ричард Бак, финалист чемпионата Европы в зале 2009 года, был пятым. Такое же место занял Константин Свечкарь на чемпионате мира 2007 года в эстафете. 4 по 400 вообще признанный эстафетчик. Помним выступление нашей сборной на чемпионате мира в 2006 году, когда сборная России была третьей. Ну, и Константин, победитель чемпионата России 2010 года. Два круга. Дистанция, казалось бы, очень скоротечная, но очень тяжелая. Это длинный спринт и совершенно невероятно, как готовятся эти спортсмены. Ричард Бак сейчас такой высоченный спортсмен. Выходит вперед, хватит ему или нет. Еще чуть менее 100 метров осталось пробежать спортсменам. Ситуация не изменяется. Ричард Бак дотянет или нет, трудно сказать. Дотянет или нет. Дмитрий Буряк. Россия есть здесь первая. Итак, финал беги на 60 метров у женщин. Юлия Балыкина на пятой дорожке ее нет. Пятеро спортсменок. Две россиянки Мария Боликова, Наталья Муриновича по первой, шестой. И вот претендентка, конечно, на победу. Ну, конечно, Микелия Барбер очень сильна, безусловно. Она по четвертой рожке. Ну, вот Руди Милама Занг из Габона. Здесь уже пробежала 7.19. Показала очень высокий результат. 7.13. Отличный рекорд. Вот отлично она стартовала. И Барбер ничего не может сделать. И так, видите, 7.17. Даже улучшает свой результат предварительного забега. Ну, вот эта вот спортсменка, которая заняла в прошлом году четвертое место на чемпионате мира, очень и очень неплохо выступает здесь. Мне показалось, что третьим призером этого турнира стала Мария Боликова. По первой дорожке она стартовала. Ну, здесь требуется мастерство специалистов фотофиниша для того, чтобы точно сказать, что или Наталья Муринович, или Мария Боликова. Ну, точно, по-моему, не Кристина Суэль. С разных точек посмотреть на бег. Не знаю. А может, посмотрели, может, и не было действительно. Ну, трудно сказать. Так, ну что, пошло, поехало. И Джошуа Норман очень убирается. Выигрывает. Выигрывает. Вы знаете, сейчас возьму, ну, буквально небольшую паузу. Передам эфирное слово Сереже. А сама позвоню Михаилу Бутову, директору, и узнаю, Джошуа Нормана почему поставили. Да, Джошуа Нормана 6,58 в этом году пробежал в Соединенных Штатах. Это был лучший результат сезона. И после этого организаторы турнира русской зимы быстро созвонились и пригласили его выступить здесь. И вот мы видим его в финале. Он показывает 6,62. Предварительный пока результат. Ким Коллинз. Ким Коллинз какие-то сотые все-таки уступил, видимо. Ну, сейчас Ольга расскажет. Сереж, я прояснила. Ситуацию нет. Победитель Джошуа Норман, он подал протест. Внимательно посмотрели, что произошло. И оказывается, машина, которая фиксировала фальстарт, она дала сгой на одну, ну, то ли сотую, то ли тысячную, то ли бог знает какую, да, неважно. И поэтому Джошуа Норман просто протестовал. По его ощущениям, не было никакого фальстарта. Он попросил организаторов еще раз внимательно разобраться в этой ситуации. Благо, что успели до финала это сделать. И оказывается, никакому тут гуманизму, да, и джентльменству это отнести нельзя. Своё право выступить на турнире. Отстоял Джошуа Норман, собрал все свои физические и другие моральные силы и стал победителем. Смеется Ким Коллинз, победитель чемпионата мира 2003 года. Просто хватается. И вот все-таки не до конца она как-то прошла, но, тем не менее, спортсменка мужественная, волевая, старается, тем не менее, стартовать и показывать высокий результат. В прошлом году она заняла, была в победной четверке на чемпионате Европы в эстафете 4 по 400 метров. Наша команда была, кстати, и третьим призером летнего чемпионата Европы. По шестой дорожке Европы Рассоловой из Чехии. Спортсменка, которая выступала в многоборе. За 6 тысяч набирала, за 6 тысяч очков набирала. И вот нашла себя в беге на 400 метров. И вот Ксения Вдовина. Задорину вы видите на переднем плане. Но лучше всех стартовала Антонина Кривошапка. Она всегда так стартует. Очень быстро идет ва-банки. Вот занимает бровку 24-04. Очень хорошее начало. За ней Ксения Задорина и Ксения Вдовина. Но вот главное удержать сейчас Антонине эту скорость. Видите, Ксения Задорина подтягивается. Но все-таки Антонина удерживает лидерство до виража. И вот остается самый сложный. Но чувствуется усталость сейчас уже накопилась. Антонина Кривошапки и Ксения Задорина пытаются выйти. Но нет. Посмотрите, какая волевая. Да, все-таки Антонина Кривошапка и выигрывает. Выигрывает. 52-0-0. Показывает свой лучший результат в сезоне. Ну что ж, молодец Антонина. Блестяще провела этот бег. Все сделала правильно. Ни одной ошибки. И заслуженно победила. Напомню, в первом забеге был результат 53-15. Так что здесь чудо не произошло. Победительница главного забега Антонина Кривошапка стала победительницей соревнований «Русская зима». Кривошапка. Продолжение следует.